Руководство, арендаторы площадей, сотрудники дома быта к репетициям чрезвычайных ситуаций и проверкам привыкли. После резонансного пожара в 2010 году в этот торговый комплекс ревизоры наведывались регулярно. Так что проверка прокуратуры и познадзора никого не застала врасплох. Прокуратура Октябрьского района проводится проверка на основании поручения Генеральной прокуратуры и задания прокуратуры Ивановской области. В прокуратуре проверяются места массового скопления людей, в том числе и торговые центры. Данные здания торгового центра дома быта в 2010 году уже подвергался пожару, в связи с этим к нему особое внимание было уделено. И в настоящее время была проведена эвакуация. Эвакуация прошла успешно, люди и сотрудники торгового центра эвакуировались быстро. И сейчас уже будет проходить основная проверка уже собственников, которые здесь имеют помещение. Нас много-много часто проверяли, поэтому мы считаем все в порядке в основном. Все системы, которые возможны в старом здании, это здание 69-го года постройки, 1969, что возможно, все сделано. Арендаторы верхних этажей огня не боятся, их скорее беспокоит вода. Снег тает, протекает крыша. Но это на пожарную безопасность не влияет никак. Чего нельзя сказать об огнетушителях. В целом они в доме быта соответствуют нормам. Все, кроме одного. Огнетушитель номер один, то есть перезарядка порошковых огнетушителей производится один раз в пять лет. Последняя перезарядка его была в 2011 году, то есть он уже как бы непригоден. Это просто случайность, уверяет директор торгового центра. А вообще в последнее время с огнетушителями беда. После кемеровской трагедии их почему-то стали воровать. А купить новые проблематично. Обращаются эти предприниматели, ищут в городе огнетушителей. И конец в городе в продажу в магазин. Все магазины обошли. Вчера подходили, говорят, не знаем, где купить. В общем и целом в доме быта с противопожарной безопасностью все в порядке. За исключением нескольких недочетов. Все они будут отражены в представлении прокуратуры, которая направит руководство торгового центра. Устранить эти проблемы не составит труда. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.